Молодежь 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 Наши ребята Приобщают молодежь У нас есть большая группа тех, кто занимается современной техникой и кто хорошо знает космос Во фракции у нас были 2й космонавт Герман Титол К несчастью ушел из жизни Виталий Севастьянов Один из самых талантливых космонавтов, который вел целые передачи на ТВ Сейчас дважды Герой Советского Союза, единственная женщина в стране, дважды Герой Светлана Савицкая. И вот мы, люди старшего поколения, передаем молодежи опыт. И не случайно в прошлом году был специально проведен праздник космонавтики по всей стране, а главное событие было у нас в Ленинграде, где в свое время учился Герман Титов. Короче говоря, вы имеете возможность здесь, пройдя по всему спектру занятий нашей молодежи, почувствовать, что есть преемственность, есть опыт, есть знания, есть воля передать молодежи все лучшее, что накопила наша держава. Мы готовим пакет новых законов. Уже внесли в Думу закон о детях войны. Мы полагали, что после моей встречи с президентом и премьером Единая Россия проголосует, но, к сожалению, они отказались голосовать и поддержать тех, у кого Гитлер отнял детство, а сегодня они не получили обеспеченной старости. Средняя пенсия 12-13 тысяч рублей – это нищие, жалкое существование. Не проголосовали. Мы внесли закон образования для всех. Он гарантирует каждому молодому человеку, вплоть до высшего бесплатного образования, первое рабочее место. Это исключительно важно, когда страна смотрит в 21 век, но, к сожалению, и это не поддержали. Мы подготовили пакет законов, который позволяет нам увеличить бюджет с 13,5 триллионов рублей до 22-25. Тогда это будет бюджет развития. Я полагал, что откликнутся, но тоже все заморозили. Это накануне отчета правительства. Он будет 19 апреля. Поэтому мы сегодня знакомились с новинками, с наказами молодых людей. Обязаны все учесть, готовя новый бюджет на следующие трех лет. Я надеюсь, что молодежь проявит волю и характер и поддержит нас в этой правильной борьбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова